Ровно 60 коров породы чернопестра совершили, возможно, самое значимое путешествие в своей жизни. Они приехали в Мишнево, чтобы стать частью большой и дружной коровьей семьи на крестьянско-фермерском хозяйстве цветков. Посмотрите, сколько новых коров теперь появилось здесь, в новом доме. Они знакомятся, бодаются, кто-то спокойно жует траву, и я уверена, совсем скоро мы сможем попробовать молоко от новоприбывших. Крестьянско-фермерское хозяйство цветков является самым крупным животноводческим хозяйством по производству молочной продукции в городском округе Щелково. Сейчас на ферме более 500 голов крупного рогатого скота. При этом коров, способных давать молоко, с учетом новых постояльцев, теперь больше 300. Завезли замечательный племенной скот, который подвинет наш потенциал, увеличит, наверное, не только какие-то единовременные надои, привесы, самое главное количество, а приумножить потенциал нашего стада. Наше поголовье в среднем дает, с учетом надоя 8200, мы по году доим, наше поголовье дает в среднем суточные 24 литра. На ферме есть и совсем маленькие жители. Оказывается, чтобы телята выросли в здоровую полноценную корову, способную давать вкусное и полезное молоко, их нужно грамотно, а главное вовремя выкормить. Это первая выпойка молозива. Если в течение двух часов мы не выпоем ему определенный объем молозива, и важно от 3 до 4 литров, обычно телятница с помощью соски это сделать не может, это трудоемкий процесс. Потому для этого существует дренчер, который вот там висит, зонт, и он облегчает труд, в течение 2-3 минут заливка производится. На ферме цветков производство молочной продукции богато в своем ассортименте. В магазине, который находится рядом с фермой, можно купить сыр, йогурт и творожные десерты, сливочное масло, кефир и ряженку. Как говорят покупатели, все очень вкусное и свежее. Молочный продукт здесь очень хороший. Во-первых, это из-за вкуса, во-вторых, я знаю, что это прямо вот, оно было здесь, и сразу же йогурт. То есть сюда ничего не добавляют, готовят из свежего молока. Сейчас производство планирует расширяться, а в скором времени, возможно, в округе появятся еще несколько магазинов с продукцией. На данный момент компания осуществляет развоз продукции по маршруту трех городских округов – Щелково, Балашиха и Лосино-Петровский. Нам пытается помочь администрация. Мы готовы открыть две стационарные точки, одна на Чкаловской и вторая на… В районе Пятизвезд. Администрация городского округа всегда готова оказать любую посильную помощь этому хозяйству, что мы, в общем-то, и делаем. Примечательно, что фермы и завод находятся в одном месте, а это позволяет оптимизировать процесс производства молочной продукции. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова